Доброго здравия, мои дорогие! Сегодня мы встречаемся на тему обрядового календаря в сентябре, календарь, который мы смотрим, он подчиняется закону Калагода. Я каждый раз это показываю и каждый раз любуюсь на мудрость наших предков, которые считали, что год имеет четыре мужских точки, ну вот, начну с Авси. Авси, календарь, зимний, бог зимнего солнца, ярила, бог весеннего солнца и купала, бог летнего солнца. Вместе они на Калагоде образуют прямой мужской крест. Ну, много говорю об этом, все много знают об этом, что мужской крест дополняется женским крестом, косым крестом. И вот, по сути дела, вот смотрите, а вот, конечно, 23-го приход авсеня, осеннего солнца, осень, авсень, перемен, осень. И вот, великое празднование очередной поворотной точки, очередного солнечного излома, как у нас говорят, осеннего, осеннее, осеннее, равновесие. Это вот очень большой праздник, который, конечно же, надо будет нам всем хорошо отметить. Ну, что ж, ну, я, зная, что вот эта народная вся традиция, вы прекрасно знаете, все-таки я хотела пошептаться с вами о ведовском. Посмотрите, какой день. 25-го сентября. Полнолуние и солнечное равноденствие. Вы вдумайтесь в то, как силы небесные с этим днём распорядились, и в этот день надо, в это время надо творить сильные обряды. в этот день. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...